Всем тихой ночи! В мире SCP существует просто огромное количество реальностей, отличающихся от основного измерения фонда. Такие миры часто содержат уникальные аномальные объекты и явления, не существующие нигде больше. Один из таких — это девятый мир, о нем мы в этом видео и поговорим. Как известно, в обычном мире SCP произошла серия событий, известная как «Оккультные войны», которая оставила множество шрамов на ткани самой реальности, и многие аномальные вещи являются свидетельством тех событий. Некая могущественная сущность по имени Наджа как-то раз решила исцелить этот истерзанный мир и сделать его раем на земле, для чего отправила в него несколько книг, наполненных божественными знаниями, что должно было помочь людям решить наконец-то все свои проблемы. По всей видимости, это было слишком значительное вмешательство в реальность, и мир, в который попали эти книги, стал отдельным измерением, под названием «Девятый мир». Книги изменили практически все. Фонд SCP, разумеется, продолжил существование, однако из привычных его противников тут можно встретить, наверное, только повстанцев хаоса. Место других организаций заняли новые. Например, в «Девятом мире» значительным весом обладает группа под названием «Корпорация Вальравн». Она уже упоминалась в одном из недавних видео. Также существует множество групп и секций, средоточенных непосредственно на поиске странных книг. Как же такой мир вообще появился в мультивселенной SCP? 1 декабря 2022 года агенты фонда взяли штурмом склад, принадлежавший повстанцам хаоса. Посреди этого склада лежал плексигласовый контейнер, открыв который оперативники увидели книгу без надписей на странной кожаной обложке. Только лишь на корешке этого дома можно было заметить маленькое обозначение. 2 из 9. Если человек открывал книгу, она прямо на глазах наполняется различными историями на языке читателя. Со скоростью примерно 40 слов в минуту. Поначалу объект был принят за безопасный, но потом был переквалифицирован как Евклид. Ведь, как оказалось, истории из книги обладают заметным влиянием на реальность. Причем, чем больше этих историй появляется на страницах тома, тем сильнее искажения окружающего мира. Кроме того, SCP-6419 был признан объектом с критическим уровнем опасности. Ведь истории эти всегда ведут к чьей-нибудь смерти, причем самым неочевидным и сложным способом. В общем, отдел патофизики в фонде есть не просто так. Он придумал способ, которым жертвой истории можно сделать какое-нибудь животное, например, свинью. А то свойство, что причина смерти максимально невероятная, помогло фонду ловить аномалии. Например, на одной из свиней обрушился SCP-1233, гуманоидная сущность в скафандре, которую фонд основной реальности поймать так и не сумел. Фонд какое-то время пользовался книгой, пока на ее страницах не начали появляться истории о том, как зоны фонда штурмуют повстанцы хаоса. Так что в итоге организация занимается только охраной очередной свиньи, попавшей на страницы второго из девяти тома. Несколько позже боевой отряд корпорации Вальравен захватил одного из своих многочисленных противников вторую похожую книгу, подписанную как шесть из девяти. Желая улучшить отношения с фондом SCP, Вальравны передали на охотку Совету О5, и тот принялся ее изучать. Оказалось, что человек, читающий книгу, узнает способы создания фантастического по своим возможностям оружия, брони разных инженерных конструкций, буквально из любого мусора. Совету 5, быстро сообразив, что к чему, собрал целую МОК, созданную при помощи книги оружием. А сам фонд SCP стал самой сильной организацией девятого мира. А может и нет. Ведь до того, как стать SCP-6952, книга успела побывать у многих организаций людей девятого мира. Так что теперь это измерение буквально набито аномальным супероружием. Те же Вальравны запустили программу Валькирии по созданию вооруженных до зубов роботизированных супервоинов. Кроме этого, некий Григорий Александрович создал группу под названием «Дивизия Волка». Этот человек совместно с персонажем руфилиала Левшой на основании знаний из книги собрал собственную целую дивизию из бывших бойцов спецназа, вооруженных самым разным аномальным вооружением. И теперь тоже борется за лидерство в мире аномального. Как-то сразу стало понятно, что нужно как можно скорее найти третью книгу. А то уж очень эти артефакты сильно мир изменяют. Но на беду остальных, первой её захватила межпространственная сущность, известная как Дадо. Тот самый безумный полубог-полухомяк, считающий себя бизнесменом и делающий странные вещи, потому что не очень хорошо понимает суть культуры человеков. Поначалу он не нашёл книги какого-то применения, но когда к нему обратился очередной человек и попросил способ создавать любые дизайнерские наркотики, он преобразовал книгу таким образом, что в ней начали появляться способы создания аномальных ковриков. Тут есть небольшая игра слов «наркотики» по-английски «drugs», а «коврики» «ракс». Причём один из ковриков действовал так, что если кто-то будет на нём сидеть, то есть физически находиться на коврике в сидячей пузе, он становится героем, спасает людей, предотвращает преступления, такие вещи делает. Книга была обнаружена полицией у одного из уличных торговцев веществами, который продавал ковры с разными аномальными свойствами, связанными с игрой слов по поводу тех или иных запрещенных веществ. Оказалось, такие ковры быстро наводили весь мир. Книгу забрали агенты фонда SCP, теперь это SCP-79-90, но кроме серии забавных экспериментов ничего особенного из неё не получилось. Странная судьба постигла и четвёртый по порядку появления, и третий по номеру Том из набора. Он попал в такую необычную организацию мира SCP, как «Геймеры против травки». Как-то раз в интернете начали появляться сообщения, несущие сильную когнитивную угрозу. Это были рекламные объявления аномальным образом, способные заставить человека сделать всё, что угодно. Агенты SCP отследили источник сообщений и обнаружили, что они исходят из конспиративной квартиры, где как раз жил один из членов этой организации. У него на компьютере нашли текст в формате PDF-файла, который на удивление был одной из книг из набора. Сам по себе этот файл теперь хранится на флешке, как SCP-5938, и этот документ позволяет создавать аномальные рекламные объявления, способные влиять не только на решения людей, но и на саму реальность. На момент захвата объекта фондом эта организация уже успела наделать с ним дел, и, например, начала управлять целой страной Финляндии. На беду фонда копию этого файла также получила и группа безумных культистов под названием Сипулькрум, то есть Могильник по латыни, из-за чего их абсолютно поехавший культ поклонения смерти стал одним из наиболее популярных в мире. С появлением книг реальность девятого мира стала стремительно меняться. Практически все аномалии усилили свои способности, а также появилось много новых. Число зарегистрированных SCP-объектов в девятом мире всего через пару лет после появления первого тома перевалило за 70 тысяч. Кроме того, разные новые организации аномального мира начали появляться одна за другой. Маскарад так и не рухнул, и нормальность все еще поддерживалась, но фонду приходилось работать на пределе. Зато у этих изменений есть одна позитивная сторона. Благодаря появлению в мире большого количества аномальных вещей начинают очень быстро развиваться и технологии. Появляется местный аналог интернета, практически полностью погружающий человека в виртуальный мир. Чтобы больше узнать о происходящем, все книги, связанные с ними предметы, были перевезены в отдельную зону SCP под номером 78. Сразу же ученые SCP взялись проводить разные эксперименты с этими артефактами. Они приходят к логичному выводу, что проблемой в данном случае являются не сами книги, а существу их создающие. Собрав все доступные аномальные тома и проанализировав их, фонд SCP узнал, что все началось с некого особенно могущественного посетителя библиотеки странников, пожелавшего таким вот необычным образом сделать один из миров мультивселенной в своем представлении идеальным. Правда, представление об идеале этого существа достаточно специфическое. Мир должен стать подобием безумной галлюцинации, в которой в любой момент может начать происходить все что угодно. План, конечно, надежный, как швейцарские часы, но дальше создание четырех томов продвинуться не удалось, потому что новоявленное божество просто выгнали из библиотеки, выбросив в этот самый девятый мир как какого-то простого смертного. После всех исследований нескольких экспедиций в библиотеку странников, фонд выясняет, что существом этим является один из бывших членов Длани Змея, известный как Кора. Этот Кора организовал свой культ под названием Наджа, и теперь хочет преобразовать целый мир в соответствии с учением своей секты. Его поимка это, конечно же, теперь главная задача фонда SCP, в мире известном как девятый. Но и помимо этого, в такой реальности работы у фонда много. Аномалий, уникальных для этого мира существует огромное количество. Есть вот огромная полуразумная лягушка, которая ворует еду из магазинов. Пойманная и содержится как SCP-7975. Есть бензоколонка, телепортирующаяся с места на место, пронумерованная фондом как SCP-7970. Сама погода тут стала одной большой аномалией. Вот явление неизвестной природы под кодом SCP-6294. Вызывает внезапное появление огромной массы снега, покрывающей всё вокруг. Создаст ли этот корр оставшейся книги или его поймает фонд, и всё вернёт в норму. Это мы узнаем в будущем с выходом новых объектов и рассказов по девятому миру. Да, девятый мир это ещё одна вариация вселенной SCP, в которой что-то пошло не так. Довольно занятный сеттинг, где большинство или состоит в безумных культах, или пропадает в виртуальном пространстве. Пока вокруг, используя фантастическое оружие, грызутся друг с другом могущественные военизированные корпорации. Даже в такой реальности фонд SCP, впрочем, умудряется держать в тайне существование аномального от основной массы публики. Даже тут работают принципы безопасности держать-сохранить. Всем пока!